Афера года вскрылась на днях в Павлодаре. Сотрудник Каспийбанка предлагал жителям города залоговое имущество по привлекательной цене. Вводил покупателей в заблуждение и получал переводы или наличные деньги. Точный ущерб еще не подсчитан, но речь скорее всего идет о сотнях миллионов тенге. Сотрудник Каспийбанка Руслан Сексимбаев уже уволен, сообщает официальный аккаунт Facebook. Бывший менеджер находится в розыске. Заявление в полицию написали более 20 клиентов банка. Тем самым Руслан глубоко подмочил репутацию банка. Банк довольно-таки знаменитый, популярный. И я всегда считала его почетным и правильным. Вот как можно было одному человеку вот это все провернуть. Однозначно здесь действует группа в сговоре. По данным нашей телекомпании, группа вкладчиков уже направила жалобу в Нацбанк. Из Алматы в Павлодар срочно прибыли специалисты и юристы для оценки ущерба и решения проблем пострадавших клиентов Каспийбанка. Сегодня павлодарцы составили коллективное письмо, которое подписали несколько десятков людей с просьбой гарантировать возврат средств. И сегодня у нас в студии представитель банка Ольга Ким и представитель инициативной группы клиентов банка Марат Баширов. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Делать выводы не нам, это пусть делают компетентные органы. Ну а мы сегодня расскажем о сложившейся ситуации. Ну и первый вопрос пострадавшей стороне. Марат, как случилось так, что вы свои деньги доверили мошеннику, получается, какая сумма там может быть? Ну, во-первых, я являюсь довольно-таки частым клиентом Каспийбанка. И в частности... Вы постоянный клиент и давно уже являлись. И я вполне доверительно относился ко всем действиям происходящим. То есть на меня вышли и предложили покупку квартиры. Чья инициатива была? Инициатива сотрудника банка. То есть тот человек, которого сейчас... Да, тот человек, о котором сейчас мы говорим. И вы, значит, отнесли свои сбережения и предоставили этому человеку? Конечно. Не то, что предоставил. Это делалось на официальном уровне. То есть это писалось, как заявление на имя директора филиала банка. То есть все процедуры шли как положено. У нас есть официальные документы, переводы, вполне такие банковские переводы. Транзиты для транзита. Ольга, а вот чувствует ли банк ответственность за своего сотрудника, получается, тогда, да? Который оказался на деле мошенником? Смотрите, если бы любой сотрудник Каспия оказался на месте наших клиентов, конечно, чувствовал бы огромное негодование, так же, как сейчас происходит. Ну, что и произошло, в принципе. Но если от эмоций перейти к фактам, то что мы сейчас сделали? Мы сами сейчас назначили внутреннюю проверку. То есть мы погружаемся в дело каждого клиента. Мы активно работаем с правоохранительными органами. То есть уже заявление, ну, то есть здесь активная тоже работа проводится. Мы сделали объявление в СМИ, да, в прессе. Открыто идете на контакт? Конечно. И объявили вознаграждение в крупном размере, 10 миллионов в тенге, за информацию, которая нам поможет найти этого человека. Ну, а как вы считаете, в дальнейшем, чтобы подобного не происходило, как клиентам банка застраховаться от подобного мошенничества, по сути, в стенах банка? Что нужно знать? Мы очень просим наших клиентов, чтобы не отдавали свои личные данные, чтобы не перечисляли свои деньги на личные счета, даже если это сотрудник банка. То есть чужим людям, и даже если это сотрудник банка. Ну, и предложение было, по сути, такое слишком уж заманчивое, да? Да, конечно. Нужно, ну, тоже стоимость как бы адекватно оценивать. И, естественно, это все должно было скреплено быть договором, которого не было. На бумаге, значит, да? Марат, к вам теперь вопрос. Что собираетесь, конечно, делать дальше? И есть ли у вас вообще надежда на возвращение средств? Ну, мы как инициативная группа просим рабочую группу банка, допустим, предоставить информацию, то есть могут ли они тоже взять на себя такую же ответственность, что это и их вина банка, не только одного сотрудника, но и вина банка в том допущении, что произошло. Далее. Разработан какой-то ли механизм по возврату денежных средств вкладчика? Могут ли они такое гарантировать нам? Ну, это естественный вопрос. Естественный вопрос. Ну, а повладарцы, клиенты банка могут рассчитывать, теперь уже, Ольга, вам вопрос, на вашу поддержку в возврате этих средств. Что вы предложите в дальнейшем предпринять этим людям? Ситуацию мы узнали относительно недавно, поэтому нам необходимо время для того, чтобы полностью погрузиться, понять, как так произошло, что мошенник воспользовался доверчивостью наших клиентов, и для этого мы сейчас активно как раз таки работаем с правоохранительными органами. Ну, соответственно, я могу сейчас заверить, что руководство банка окажет необходимую помощь в расследовании данной ситуации. Мы всегда с нашими клиентами и всегда будем действовать в интересах наших клиентов. И, ну, как только мы будем понимать какую-то уже ситуацию, соответственно, будут уже руководством предприняты какие-то действия. И всегда вы открыты и готовы идти на делу? Конечно, мы всегда открыты, но это даже можно видеть, потому как мы сейчас действуем, да, то есть мы открыты и в СМИ, мы сами пошли, заявили о том, что вот имеет место быть такой факт. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я надеюсь, что ситуация разрешится в положительную сторону. А вам, Марат, терпение, и тоже желаю, чтобы все разрешилось в лучшую сторону. Спасибо, что пришли. Спасибо. К другим новостям мы переходим прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок